Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области продолжает реализовать комплекс мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и представителями иных ведомств Вологодской области. В частности, сотрудники органов внутренних дел в составе групп с представителями иных ведомств осуществляют проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции граждан, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. На протяжении нескольких дней в социальных сетях активно расходится новость о введении комендантского часа для детей, патрулировании полицейскими торговых центров и других общественных мест для недопущения массового скопления несовершеннолетних. Официально заявляем, данное сообщение не соответствует действительности. Однако, в связи с ужесточением карантинных мер, вызванных распространением коронавируса, напоминаем о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Впереди неделя выходных. Обращаем внимание родителей на необходимость контроля за местом нахождения ваших детей. Появление несовершеннолетних в торговых центрах, парках, других местах крайне нежелательно. Призываем граждан, прибывших из-за границы, соблюдать режим двухнедельного карантина. Информация о нарушении фактов карантина будет направлена Роспотребнадзор для привлечения к административной ответственности. Между тем, хотелось бы напомнить, что в сложившейся обстановке злоумышленники могут использовать различные приемы для хищения денежных средств. Например, сообщить о несуществующей у вас болезни, положенной вам выплате, о снятии с вашего счета денежных средств. Поэтому сотрудники полиции настоятельно рекомендуют. Не сообщайте никому реквизиты вашей банковской карты. Не переводите неизвестным вам людям денежные средства. При поступлении звонков от неизвестных вам людей, кем бы они ни представились, положите трубку. Берегите свое здоровье, не дайте себя обмануть, будьте бдительны. В целом, обстановка на территории Вологодской области остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов.